Друзья, всем привет! Тут мне новиночка прилетела от Everlast. Модель называется Contender, что означает противник в переводе. И давайте посмотрим, что он из себя представляет. Сразу скажу, что на этот рюкзак мало кто делал обзор. Делается он в двух расцветках, серое и черное. Серый сделан из полиэстера и больше походит как на спортивный рюкзак. Этот же сделан в черном цвете, обтянут винилом и больше напоминает такой, знаете, строгий классический дизайн. Что касается размеров рюкзака, то Everlast не опубликовал такую информацию у себя на сайте. И мне пришлось его мерить вручную. Высота получилась 50 см, ширина 34 см, а по дну толщина 25 см. Теперь по формуле высчитайте объем этого рюкзака и правильные ответы пишите в комментарии. Внешний винил выглядит, кстати, очень добротно и стильно. Черный снаружи, подкладка красная. Самое главное, он не будет пропускать воду. Но есть один нюанс, он будет царапаться со временем. Начнем с главного отделения. Оно реально большое и из экипировки сюда очень много чего можно поместить. Защита голени, перчатки, шлем и проще сюда с легкостью помещается. Что интересно, этот рюкзак реально можно использовать как городской. Есть карман для ноутбука внутри на липучке и еще дополнительные карманы для бумажек и ручек. Я уже вижу образ того человека, который будет носить этот рюкзак в этой расцветке. Это будет такой офисный работник, программист либо менеджер, который в пальтишке, в рубашке, идет после работы, одевает этот рюкзак и идет на тренировочку. Вот такое, на стиле. Фишкой этого рюкзака Everlast выделили эти наружные карманы. Их идет три, два сбоку, один посередине из сетки. И как пишет Everlast, боковые карманы специально для перчаток или обуви, чтобы они проветривались. А средний карман для мокрых вещей после тренировки. И кстати, на боковых карманах снизу есть тоже проветривающие отверстия. Да, боковые карманы под перчатки идеально подходят, но минусом является то, что они не застегиваются и ваши перчатки могут украсть. Также есть один нюанс по поводу сетчатого кармана посередине. Он не застегивается, но в принципе ваши мокрые вещи никому не нужны. Но нижнее белье будет у всех на виду. Еще один нюанс по поводу этих открытых карманов. Если вы попадете под дождь, то то, что вы в них несете, останется мокрым. И лучше бы их сделали на замке. А теперь перейдем к лицевому карману. Он высокий и в нем есть дополнительный карман для мелочевки. Также по дополнительным карманам. Сверху есть тоже маленький карман для телефона и кошелька. А по бокам Everlast расположили два кармана на молнии. Шлейки здесь мягкие и имеют сетчатую подкладку. А также четыре точки регулировки. Две сверху и две снизу. Есть ручка из неопрена, чтобы держать рюкзак. А вот касательно спинки, то она полностью сделана из сетки. Мое мнение по поводу этого рюкзака. Он большой, у него много чего помещается. В этом свете он особенно стильно выглядит. С этими большими карманами в принципе тоже можно смириться. Но лучше бы их сделали на молнии. Если тебе понравился рюкзак, то ссылочку на него я оставлю в описании. А если тебе понравилось видео, то поставил лайк, подписался на канал и нажал на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok